Международный фестиваль зодчества – крупнейшее событие в архитектурном мире. Девизом конкурса в этом году стала «Истина». Каждый представил свое видение, ответы на вопрос, что же это такое. Из года в год работы на фестивале представляют воспитанники детской школы искусств. В этот раз отправили пять проектов. Каждый из них совмещал работы, созданные руками воспитанников одного курса. У нас были представлены проекты, архитектурные шляпы кораблей, которые стали лауреатами. Дальше архитектурные окна. Потом маленькие дети у нас представили проект «Моя архитектурная планета». Это графические работы, где портреты были представлены в виде таких планет. Также ребята представили проект по архитектуре Древней Греции «Волшебная нить Ариадны» и архитектурные фантазии на тему бионики. Четыре проекта были удостоены дипломов Союза архитекторов России, а работа выпускников школы получила звание лауреата фестиваля. Их проект – это как раз шляпы кораблей, выполненные в разных стилях. Самое сложное было сделать макет корабля, так как нужно было продумать, в принципе, всю конструкцию, внешний вид, декор. И, собственно, сделать так, чтобы это все было гармонично, смотрелось на голове. Я делала архитектурную шляпу в стиле пиотек. Интересна тема близости природы и человека. И я хотела в этом показать в своей работе, показать вот эту вот тему. Каждая работа – это кропотливый и долгий труд. Например, этот китайский храм «Зеленой козы» Полина Пухова делала больше четырех месяцев. Это и сам рисунок, выполненный карандашами и маркерами, и бумажный макет здания. Создавая работу, Полина параллельно знакомилась не только с архитектурой Китая, но и изучала его культуру и обычаи. Постепенно я изучала Китай, сам Китай, узнала много нового, когда делала работу. И мне очень понравился этот процесс. Познакомиться с работами воспитанников архитектурно-художественного отделения детской школы искусств можно на онлайн-выставке. С 28 октября она будет доступна для просмотра на сайте школы и в группе учреждений ВКонтакте без возрастных ограничений. Екатерина Апенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.